Здравствуйте! Тема урока «Звёздное небо». Сегодня на уроке познакомитесь с характеристиками звёзд, абсолютная и видимая звёздные величины. Научитесь различать абсолютную и видимую звёздные величины. Сегодня мы начнём изучение новой темы в разделе физики 9 класса, которая поможет нам разобраться в многообразии звёзд и созвездий в небе. Речь пойдёт об астрономии, которую вы начали изучать ещё в начальных классах, физике 7-8 классов. Будем говорить о звёздном небе, о звёздах и о Вселенной. Вселенная — это бесконечный мир. Во Вселенной разворачиваются все видимые, невидимые и даже трудно представляемые для нас события. Расстояния между звёздами огромные, измерять их в километрах неудобно, поэтому учёные ввели новую крупную единицу измерения расстояний — световой год. По определению, световой год — это расстояние, которое проходит луч света в вакууме за один год. Чтобы разобраться, во сколько раз световой год больше километра, нужно скорость света в вакууме 300 000 км в секунду умножить на число секунд в году. Получается примерно 10 триллионов. Следовательно, один световой год больше одного километра в 10 триллионов раз. И один световой год примерно равен 10-13 степени километра. Звёзды могут находиться на расстояниях десятки, сотни, тысячи световых лет и более. Наша планета Земля входит в состав Солнечной системы. Солнце — одно из звёзд нашей галактики Млечный Путь. Это ближайшая к нам звезда. Солнце находится в галактической плоскости на расстоянии около 2,8, умноженной на 10 четвёртой степени световых лет от центра галактики. А сейчас вашему вниманию мы предоставляем видеофрагмент «Солнечная система». Солнце находится в центре Солнечной системы. Все прочие тела системы, в том числе планеты, спутники, кометы и астероиды, вращаются вокруг Солнца. Большинству из них требуется много лет для того, чтобы совершить один оборот. Расстояние между телами Солнечной системы огромное. Многие миллионы километров. Солнце составляет более 99% массы всей Солнечной системы. Это изображение даёт некоторое представление о размерах Солнца в сравнении с планетами и спутниками, вращающимися вокруг него. Между орбитами Марса и Юпитера находится пояс астероидов. Астероиды — это каменистые объекты, похожие на маленькие планеты, которые находятся в нашей Солнечной системе. Они сильно различаются в размерах. В данном случае диаметр этого астероида — 50 километров. Но размер крупнейшего астероида — более 1000 километров. В нашей галактике около 10-12 степеней разнообразных звёзд, часть из которых образуют шаровые и рассеянные звёздные скопления. Наша галактика Млечный путь имеет спутники, два из которых — большие и малые магеллановые облака, можно рассмотреть невооружённым глазом на небосводе южного полушария Земли. Расстояние до них составляет около 1,5 умноженное на 10 пятой степени световых лет. Диаметр диска Млечного пути — около 10 пятой степени световых лет или приблизительно 9,5 умноженное на 10 семнадцатой степени километров. По внешнему виду галактики делятся на эллиптические, неправильные формы и спиралевидные. Наша галактика относится к спиралевидным. В галактиках наблюдаются диффузные и планетарные газопылевые туманности. Там, где нет ни звёзд, ни туманностей, пространство заполнено межзвёздным газом и пылью. Его пронизывают космические лучи, состоящие из потока заряженных частиц. Вселенная — это весь существующий материальный мир, состоящий из звёзд, планет, межзвёздного вещества и космических лучей. Ведь небо на Земле и в космосе отличаются. Днём небо кажется голубым от того, что неоднородности воздушной среды сильнее всего рассеивают голубые лучи солнечного света. Вне пределов земной атмосферы небо всегда чёрное, и на нём всегда можно разглядеть солнце и звёзды одновременно. С Земли мы можем наблюдать звёзды только ночью. Знакомиться со звёздным небом лучше безоблачную ночь, когда свет Луны не затмевает слабые звёзды. Прекрасна картина ночного неба с рассыпанными по нему мерцающими звёздами. Число их кажется бесконечным. Безлунную ночь невооружённым глазом можно разглядеть около трёх тысяч звёзд. В настоящее время астрономы определили точное местоположение миллионов звёзд, посчитали энергию, приходящую от них, и составили списки каталогий звёзд. Глядя на звёздное небо, кажется, что звёзды беспорядочно рассыпаны по небосводу. Однако, если внимательно приглядеться, то можно заметить знакомые группы звёзд, неизменные по своему взаимному расположению. Мы смотрим на небо, как на экран. Некоторые звёзды расположены очень далеко от экрана, некоторые близко. Кроме тех звёзд, которые входят в общепризнанные традиционные созвездия, есть много других звёзд. Чем сильнее телескоп, тем больше видно звёзд. Как быть, куда их следует отнести, каким созвездием? Так как речь идёт о проекции на небесную сферу, то разумнее было придерживаться территориального принципа. Астрономы так и поступили. В 1922 году состоялась первая Генеральная ассамблея Международного астрономического союза, где было принято решение оставить 88 созвездий и определить их название. В 1935 году раздел небосвода был завершён. Между созвездиями были определены границы. По решению Международного астрономического союза в северном полушарии расположено 31 созвездие, в южном — 48, на экваторе — 9. Под созвездием понимают участок небесной сферы с определёнными границами и с характерной группой звёзд. Звёзды, которые люди объединили созвездия, могут не иметь друг с другом ничего общего. Например, три самые яркие звезды в созвездии Южный Крест находятся очень далеко друг от друга. По глубине получу зрение. Одна из этих звёзд удалена от Земли на расстояние 360 световых лет, вторая — на 420 световых лет, а третья — на 88 световых лет. Таким образом, звёзды одного созвездия могут не иметь друг с другом ничего общего. Многие созвездия сохранили своё название ещё с глубокой древности. Некоторые с предметами, которые напоминают фигуры, образованные яркими звёздами созвездий. Например, весы, треугольник, стрела. Некоторым созвездиям дали имена животных — лев, скорпион, рак. В каждом созвездии яркие звёзды издавна обозначали греческими буквами. Чаще всего самую яркую звезду созвездия — буквой Альфа. Затем бета, гамма, по мере убывания яркости. Например, полярная звезда — это Альфа Малой Медведицы. Это самая яркая звезда в этом созвездии. В 1603 году немецкий астроном Иоганн Байер обозначил звёзды буквами греческого алфавита в порядке убывания блеска. Полное обозначение звезды состояло из буквы и названия созвездия. Например, у полярной звезды вот такое обозначение — это Альфа Малой Медведицы. А звезда Алголь Бетта Персея имеет вот такое обозначение — это вторая звезда в этом созвездии по светимости. Цвет звёзд подразделяется на три вида — белые, красные и жёлтые. Белыми звёздами являются, например, Вега в созвездии Лиры, Альтаир в созвездии Орла — они видны летом и осенью. К красным относятся Бетельгези в созвездии Ориона и Альдебаран в созвездии Тельца — они видны зимой. К жёлтым относятся, например, Капелла в созвездии Возничьего — видна зимой. Из-за осевого вращения Земли звёзды кажутся перемещающимися по небу. Если встать лицом к южной стороне горизонта и наблюдать суточные движения звёзд в средних широтах северного полушария Земли, то можно заметить, что они восходят на восточной стороне, выше всего поднимаются на южной стороне и заходят на западной стороне горизонта. То есть они движутся слева направо. С увеличением числа обнаруженных звёзд возникла необходимость их систематизации, и астрономы разных государств и эпох начали создавать каталоги. Наиболее точными каталоги были у Гепарха — это древнегреческий астроном, математик, величайший астроном античности. У него каталог насчитывал 1022 звезды. Следующий каталог был точным у Мухаммед Тарагай Улукбека, узбекский астроном и математик. Его каталог насчитывал 1018 звёзд. Следующий по точности идёт каталог Тихобрагия. Это датский астроном. Его каталог насчитывает 1004 звезды. Самые яркие звёзды в древности называли звёздами первой величины, а самые слабые, видимые на пределе зрения, звёздами шестой величины. Эта терминология сохранилась и в настоящее время. К истинным размерам термин «звёздная величина» отношения не имеет, так как она характеризует световой поток, приходящий на Землю от звезды. Давайте познакомимся с характеристикой звезды видимая звёздная величина. Видимая звёздная величина – это мера яркости небесного объекта, наблюдаемого в Земле. Обозначается она буквой М, малая М. Например, звёздная величина Альдебарана – 1,06. Видимая звёздная величина Веги – 0,14. Видимая звёздная величина Сириуса – минус 1,58. И видимая звёздная величина Солнца – минус 26,8. Видимая звёздная величина не является истинной характеристикой яркости звезды, так как звёзды находятся на разных расстояниях от Земли. Для этого ввели другую характеристику, более точную – абсолютная звёздная величина. Абсолютная звёздная величина – это звёздная величина, которую имела бы звезда, находясь на расстоянии 32,6 световых лет от Земли. Таким образом, отсутствует зависимость от расстояния до наблюдателя. При таком мысленном изменении расстояния от Земли до звезды у Сириуса абсолютная звёздная величина – 1,4, у Солнца – 4,79. Итак, подведём итоги. Вы получили первоначальное сведение о звёздном небе. Узнали, что видимая звёздная величина – мера яркости небесного тела с точки зрения земного наблюдателя. Абсолютная звёздная величина – видимая звёздная величина – объекта, расположенного на расстоянии 32,6 световых лет от Земли. Познакомились с единицей измерения расстояния, используемой в астрономии световой год. Один световой год составляет 9,46 умноженное на 10,15 степени метров. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин